Золотился день и плыли вдаль облака. Золотился раскинистый день и плыли вдаль облака. И одно было Ваней, а еще одно Машей наверняка. Ветер нес, 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 воду нес, нес и пролил дождь. Впервые на улице художника в селе Речицы проходил керамический вернисаж. Это уникальное мероприятие назвали «Гжель-фест». Организовали его для жителей Гжели и многочисленных гостей Союз Гжельских мастеров, администрация Раменского городского округа и директор территориального управления Гжельское. Праздник проходит на нашей Гжельской земле. Замечательный праздник, который мы совместно организовали. Союз Гжельских мастеров, городской округ Раменской. Конечно же, мы подключились так, как это территория нашего управления. И самое главное, что все мы сегодня вместе. Вы видите, сколько много гостей. Гости приехали не только наши местные, но и приехали с Москвы. И поэтому это здорово, что зарождается еще одна традиция на нашей гостеприимной Гжельской земле. На улице художников собрались люди, единые по духу, который каждый по-своему сохраняют и развивают многовековой промысел. Очень много знакомых людей, которые мы проработали в Гжеле с юности. И многих знаем, многие наши ученики, которые в первые выпуски Гжельского силикатно-керамического техникума, коллеги. И просто вот люди приехали из Москвы специально на наш фестиваль. Люди здесь присутствуют, те, которые интересуются Гжели, те, которые с уважением относятся к традициям Гжельским. И то, что сегодня представлено, это говорит, что Гжель развивается, она находит новые пути самовыражения. И все это очень интересно и очень отрадно. В программе фестиваля были представлены презентации музеев-мастерских «Гжельское море», семейная мастерская Каштановых, инсталляция Раменского исторического музея, мастер-классы по гончарному мастерству от лучших гончаров России и, конечно же, уникальные изделия настоящих гжельских мастеров. Все это стало возможным при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Люди, которые прославляли Гжель, многие находятся здесь. Это и ветераны производства, это те, кто до сих пор работает на каких-то частных ремесленных фабриках, кто-то осваивает новые методики, новые виды и направления творчества. Но все они действительно творческие люди. Мы не случайно возле дома Салтыкова собрались, потому что история, о которой мы говорим, это уверенность в том, что, помня эту историю, мы будем создавать новые какие-то вещи, которые тоже, наверное, в будущем будут историческими. Это очень радостно. Я думаю, с таким воодушевлением художники гжельские принимают в нем участие. У них такие изумительные творения. Дух приподнятости. Я думаю, что это такой праздник на пути к большому юбилею нашей Гжели. Апофеозом праздника стала огненная скульптура «Обжиг дровами на улице». К этому основательно подготовились молодые мастера Василий Рыженок и Ольга Морозова. Ольга Скрябина и Андрей Пластунов для программы «Городские вести». Ольга Скрябина и Андрей Пластунов для программы «Городские вести»